Воспитанная ворона, которая очень любит смотреть телевизор. Вот такая вот птица живет в одной из семей Держинска. Наталья Майорова подобрала раненую птицу зимой, выходила, приручила и приучила к квартире и телевизору. Очень ей нравится смотреть телевизор, особенно если про животных что-нибудь идет. Она прям очень любит. Была у нас история, когда она, проходя мимо телевизора, увидела передачу, где рассказывалось о жизни городских ворон. И она посмотрела ее от начала до конца, сидя перед телевизором безотрывно. По ней видно, что она очень сообразительная, и даже на разных людей она по-разному реагирует. К папе она относится более доброжелательно, и даже позволяет ему себя гладить, и встречает его с работы. А мама, когда приходит с работы, она осторожно очень относится, и начинает прятаться и суетиться. Когда она сидит, вот на тебя смотрит своими вот этими глазками, бусинками, видно, прям, что она что-то думает про тебя. У нас с ней немножко так, я ее побаиваюсь, и она меня чувствуется тоже побаивается. С ней очень любят играть дети. Она бегает от них, они ее догоняют. Знает она, где у нее место, вот у нее подстилка, она как бы на ней вот любит и посидеть, и все. Не сказать, что вороны чистюли. Она в еде непривередлива абсолютно. Ну, все вот со стола. Макароны, какие-то котлеты, рыбу все ест. Но вот булка с молоком – это самое такое прям любимое. Такое лакомство, от которого она не отказывается никогда. Мы нашли ворону совершенно случайно. Гуляли с собакой, увидели, что ворон прячется под машиной. Казалось, что у нее подбито крыло. У нее и ранг была, как бы, и вот кость перебита. Сводили к ветеринару. К сожалению, вот сказали, что не будет она летать. И вот пришлось ее взять домой. Вообще, конечно, ей, наверное, хочется на волю, потому что она сидит, табуретку долбит. Ножку табуретки сидит, клюет. Желание выпустить, конечно, было, потому что держать животное дома... Ну, видно, что ей тесно, и нам как бы определенные проблемы создают. Но здесь такой вопрос, что вряд ли она выживет. Ну, мы хотели бы ее отдать кому-то, может быть, в контактный зоопарк. Не знаю, мама. А ты тоже тут! Здравствуйте! 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 Спасибо! Она занимается птицами-стрижами, Ну, ворона у меня была одна, которая могла играть в футбол. Тихо-тихо, Терафим, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся! Не бойся, карпушка! Карпушка! Держи! Держи! Ей надо осваиваться, мы с ней подружимся. Я в детстве люблю животных, птиц. Наверное, просто жалко мне их. Место в доме есть. Субтитры подогнал «Симон». Спасибо!